Что-то уже поздно, и я уставший, потому что поздно. История с маской продолжилась ночью. Да, кстати, я сейчас нахожусь в своей палате. У меня съехал сосед. И мне сказали, что ночью должен приехать еще один ковидный. Больной, но я удивлюсь, хотя он может ко мне приехать. Сейчас как раз ночь. Но это будет немножко странно, потому что если переедет прям больной, больной человек, а я как бы уже здоровый, и если коронавирусом можно заражаться вновь и вновь, то вот она. Хотел сказать, коронавирусная любовь. Нет. То это будет как бы... Так получится, что я здесь останусь очень надолго. Хотя у меня здесь есть вот это вот цифровое пианино. Оно у меня завешано сейчас какой-то вот этой защитной накидкой от пыли. Я ее так использую. Вот маска. Вчера я ее искал, искал. Я наговорил дневник. И пошел рыться в мусорке. Потому что я не знаю, есть ли у меня другая маска. А эту маску я очень люблю. Ее мне выдали на каком-то голосовании, что ли. И, в общем, я ее никак не мог найти. А я помнил, что я выходил в маске. То есть я никогда не выхожу без маски здесь. То есть я подходил там к медсестрам и что-то спрашивал. И, ну, по поводу... Я не помню, по поводу чего. По поводу темной комнатки. Когда это вообще все было? У меня вылетело из головы. Потому что я потом опять ходил в темную комнатку. Я сейчас не помню, сколько раз я в нее ходил. Два раза. Да. То есть это все было как бы вчера еще. И потом я ночью где-то еще оделся. Пошел что-то, вышел там по каким-то делам. Неважно каким. И опять ложусь спать. И вдруг нахожу маску на кровати у себя. Думаю, ну, хорошо. Хорошо. Я не знаю, как она здесь оказалась. Хотя я думаю, что она зацепилась сначала за рубашку. Потом за меня. И вот так вот она сама очень хотела ко мне на кровать, получается. А утром сегодня я беру эту маску и смотрю, это не моя маска. Ну, потому что я точно знаю, там такая черная точка должна быть. И я знаю, какой стороной я ношу маску. А эта маска была явно для другой стороны. Потому что у нее же вот этот вот металлический вот этот крепеж, он в определенную сторону согнут. Но мне сосед подсказал, что этот крепеж может крутиться, перекручиваться. И я перекрутил. И да, это была моя маска. Замечательно. С этим же забрались. Потом я съел сегодня два обеда. Свой и соседа. Потому что сосед думал, что его заберут, но не забрали. Потому что у них что-то было с компьютером, чтобы вот эту вот выписку какую-то сделать ему, надо было подождать. И он просто ждал. А я уже съел его обед. И потом я даже сыграл 24-й этот Шопена на этом пианино. Ну, потому что это единственное, что я как-то сейчас в состоянии был сыграть. Ну, как бы без наушников, со звуком. Но там если громко играть, то получается, что звук исчезает на этом пианино. Ну, видимо, я еще не очень научился на нем играть. И, ну, потом сосед ушел, и я начал что-то тут работать. Опять, опять работать, работать. И принесли ужин, я его съел. И думаю, что-то как-то я уже привык объедаться. И смотрю, а там коробочка какая-то стоит где-то с едой. И я спрашиваю, а чья это коробочка? Они говорят, вот, не знаем, не знаем. У меня, кстати, интернет заканчивается. Мне тут прислали интернета 15 гигабайтов. А я их уже все израсходовал. Поэтому мне надо поменьше говорить, потому что чем меньше видео, тем меньше оно ест интернета, соответственно. И, в общем, что я рассказываю про еду. Я начал подходить к медсестрам и выпрашивать еду. Мне говорят, поешьте там хлеба или что-нибудь еще там. И все кому-то принадлежит, еды все нет и нет. Я думаю, что ж такое? Я думал, что я тут прямо буду есть. Хотя, на самом деле, я уже поужинал на тот момент. И в итоге мне принесли еще обед и ужин. И я съел еще обед и ужин. Так что все относительно замечательно. Единственное, что я слышу какие-то звуки, какие-то удары. Кого-то привезли, возможно, как раз. Кто-то ходит. Нет, это пациент, который все время ходит. Ладно. Продолжение следует...